приветствую друзья сегодня хочу сделать необычное включение лучше я бы сделаю иначе лопну посмотрите как красиво вокруг это окрестности дрездена это саксония это германия последние солнечные денечки и мы просто едем в пригородном такой вот очень комфортабельная электричка что мы едем какое-то красивое место дочка везет это речка скорее всего это эльба я могу ошибаться и это очень очень красиво просто смотрите а я знаете хочу вам что сказать ведь старости нет просто есть люди которые застряли в какой-то своей рутине люди которые не могут из нее выбраться более того в этой рутине они каким-то образом не знаю они считают что это их жизнь потихонечку рутина съедает зажевывает что ли нас и мы прекращаем даже стремиться каким-то новым моментом нашей жизни мы перестаем ценить какие-то красивые вещи которые находятся вокруг общение с друзьями нас иногда раздражают даже наши дети или родители родственники слушайте у меня вопрос а для чего тогда все это недавно слушала лекцию аркадия цукера и вы знаете немножечко так вот произошла переоценка ценностей действительно у нас в мозгах есть какой-то вот такой момент успешность а что такое успешность для кого-то это заработать кучу денег для кого-то это купить квартиру для кого-то это ездить каждые три года на новой тачке но по большому счету совсем по большому счету ведь это не делает нас более счастливыми ладно поговорим об этом позже мы начали двух километровый подъем на какую-то верхнюю площадку которая очень красивая девушки говорят что я не дайду но я постараюсь красиво ступенечки такие облагороженные ну в общем зачем на самом деле поддерживать высокий уровень здоровья для того чтобы не просто сидеть со своим никудышным здоровьем дома и смотреть телевизор а для того чтобы покорять новые вершины или просто подняться по таким ступенькам и показать своей душе которые так уж и угораздило попасть в это тело что-нибудь новенькое что-нибудь вдохновляющее а для этого нужен высокий уровень здоровья для этого нужно соблюдать правила эксплуатации своего организма на твердую пятерку и видеть тенденции если тенденция никудышная если вы видите что выполняете день за днем год за годом значит вы неправильно эксплуатируете и не надо списывать на пресловутую генетику прекращайте передавать ей ответственность за свое здоровье если бы я не была генетиком я бы наверное не сказала такие слова но к счастью к несчастью я генетик и так скажу ваше артериальное давление высокая ваш сахарный диабет 2 типа ваши разрушенные суставы это мультифакториальное состояние вы просто позволили этому быть как позволили неправильной эксплуатации а ну-ка навесьте на свое тельце мы сегодня с девочками несли по 15 по 20 килограмм веса дополнительного в коробках на вести и приносите 30 лет и как у вас будет суставами но в общем я пошла дальше надеюсь я дойду вот и оттуда сверху сделаем еще небольшое включение вот мы преодолели половину расстояния мы прошли 27 этажей но теперь эльба с высоты птичьего полета и по ней ездят такие кораблики это очень красивая смотровая площадка сейчас покажу зеленые вещи вот мы туда куда-то идем к скалу я не могу даже ее все схватить и мы пошли погнали дальше преодолевать для них это превозможение а полчаса физической нагрузки в удовольствие каждый день моменты сглаживают я совершенно не стал я очень горда так ну смотрите это самая верхушка бастай совершенно не понимаю зачем здесь этот мостик но вот мы по нему прошли это очень красиво здесь я уже не углаживаю по которым люди идут и это все среди леса где-то здесь затерялся полуразрушенный замок я здесь не вижу его но мы туда еще пойдем вот этого сегодня увидишь возле своего холодильника это конечно можно все посмотреть по телевидению но вы знаете этот ветер этот запах листвы запах сырости и грибов вот это вот то что наверное мы унесем с собой только впечатление и воспоминания впечатления и того друзья посмотрите какое классное место и вообще мы живем в замечательном мире где все радует зрение просто нужно выбирать те места которые действительно вас радуют и мы уже договорились что наш головной мозг будет делать только в одном случае если он понимает зачем зачем физическая нагрузка ежедневно в удовольствии для того чтобы и в 120 лет пользоваться своими суставами зачем иметь оптимальный вес для того чтобы и в 120 лет вы были как тростиночка везде проникли бы и вам нипочем был вот такой большой подъем как мы сегодня совершили зачем заниматься своим здоровьем чтобы иметь очень высокий уровень здоровья и наслаждаться этим миром до самого последнего собственного вдоха и вы знаете я с 30 лет нахожусь в такой среде бизнесмены и бизнес-партнеры и это люди которые вечно что-то планируют и у них есть планы на месяц на неделю на год на пятилетку и так далее это люди которые действительно строить строят какие-то финансовые модели бизнес-модель и так далее к этому привыкла и сама тоже в этот процесс тянулась но я совершенно забыла о том что можно ставить цели на здоровье и когда я об этом вспомнила вышел журнал мечты я надеюсь что он у вас уже есть это действительно это минимальное знаете заставляет вас задуматься о том что что здоровье можно не только управлять но и продвигать его в ту сторону в котором вам интересно в котором в котором в ту сторону в которой вас устраивает поэтому у кого еще такого журнальчика нет я действительно рекомендую его приобрести чтобы четко понимали с какой скорости вы можете куда-то прийти к своей цели вот но это не все и тут подходит ко мне мой наставник алик нижегородцев и говорит лен а а ты сколько хочешь жить я хочу вот у вас сейчас спросить только без понтов пожалуйста напишите в комментариях в чате сколько вы хотите жить вот для меня этот вопрос был какой-то знаете из ряда вон я не ставила цель на длину жизни потому что знаю боженька дал боженька возьмет в любой момент это может быть что угодно от землетрясения до падения самолета от падения самолета до какой ну не знаю какая-то вдруг внезапная болезнь и так далее мы не можем этим управлять но я должна сказать что если боженька решил не отбирать жизнь у каждого из нас конкретно а по какой-то причине то мы живем столько лет сколько а это тело позволяет то есть ваша доля выбор в этом выборе тоже абсолютно точно она есть поэтому боженька знает а вы можете делать все необходимое что если вдруг он решит вам дать много лет жизни чтобы это действительно было много лет жизни благодаря тому что вы правильно эксплуатируете собственное тело ну я понятно объясняю да вроде бы понятно соответственно давайте подумаем задумаемся сколько бы вы лет хотели жить вот и это очень сокровенная штука вы можете мне написать в чат вот но это действительно очень сокровенная вещь у каждого знаете то это цифра на которую он может взлететь и не надо себя сравнивать с другими людьми но вы поставьте эту цель поставьте эту цифру кстати говоря я проверила это работает когда я поняла что я ульяша беременна я поставила цель на дату родов во что я знала точно есть такое понятие как родовая доминанта то есть а я выбрала число это было 10 ноября мне понравилась эта дата а вот я ее выбрала и соответственно именно в этот день у меня началась регулярная родовая деятельность если доминанта в отношении рода начала родовой деятельности работы то доминанта в отношении длины жизни сто процентов работает поэтому ставьте цель и на такие отдаленные вещи ну и конечно а просто так жить сто двадцать лет я вы я вы выболтала свою цифру неинтересно когда мне одна женщина спросила сколько ты лет хочет жить и меня уже был готовый ответ я сказала конечно же 120 лет она год больше 120 лет чем заниматься у тебя должна быть огромная цель если ты хочешь жить 120 лет ты должна знать чем ты будешь заниматься и вы знаете а я сказал под похоже я знаю я очень люблю говорить о здоровье я очень хотят люблю мотивировать людей на здоровье у меня огромное количество последователей то люди которые меняют жизнь и здоровье других людей может быть вы этот человек которому я помогла теперь вы будете помогать другим людям это целое движение это целое направление но этого может быть мало напишите сейчас пять мест в которые вы хотите съесть съездить напишите пусть это будет внутри вашей страны пусть это будет за рамками вашей страны я не знала что здесь такая красота посмотрите это же просто это нереально красиво но это я увидела только благодаря тому что разрешила себе приехать в германию приехать в дрезден и увидеть это своими глазами кстати познакомиться с местными ника сейчас держит фотоаппарат она мне сейчас снимает да действительно это люди которые знают вот знаете свой район и восхищаются и мы хотят показать мне это очень приятно напишите прям пять мест и последнее наверное что я скажу кто меня вдохновил может быть на это видео а я летела в самолете а рядом со мной летел 60-летний парень реально он не мужик не мужчина он парень от него такая энергия прет что просто прям и дыхание сбивает и я думаю интересно откуда у человека такое большое количество энергии жить и вот знаете он сел рядом с 17-летним подросткам и начал ему рассказывать что-то потом я включилась в разговоры и во разговоры я стала подслушивать он рассказал историю когда-то он посмотрел в какой-то журнал а в этом журнале было 70 мест которые вы должны посетить в течение жизни успеть так скажем а он он решил что от этого успеть и есть слово успех вот так он решил и он решил все это посетить на тот момент когда я подслушала его разговор он посетил 104 страны сначала конечно это были туристические страны потом это были те страны которые ну как знаете ну я например не сильно горю пока их посещать там может быть какие-то такие странные для меня нигерия чат может я пока боюсь туда а он показывал этому парню фотографии и прям рассказывал как это круто и было видно что боженька оставит его жить на этом свете потому что он восхищается этим миром потому что у него просто эмоции через край и его душа благоденствует его теле потому что ей блин весело я на его смотрела думаю боже какой крутяк но он сказал кто его вдохновил а его вдохновила 60-летняя женщина которая начала путешествовать в 60 лет знаете как она строит свои поездки она сейчас имеет собственно фитнес-тренера и собственного диетолога который держит девушка благосостоятельная такая который держит ее здоровье в ежовых рукавицах она очень круто выглядит и она сейчас посещает наиболее труднодоступные кусочки мира она говорит ребята в париж я всегда успею съездить я в париже еще не было я лучше съезжу она на вот эти пирамиды которые в южной то есть извините до южная америка заберусь и так далее так далее то есть я сейчас должна посетить до семидесяти лет все самое сложное в этом мире а до 80 лет ладно и там уже по каким-то туристическим тропам поезжу поэтому слушайте а теперь поставьте пожалуйста цель на отдаленную поездку пусть это будет 4 вот знаете самых вот заветных вашими ваших мечт мне в этом году посчастливилось посмотреть своими глазами с вертолета на большой каньон я об этом даже не мечтал но очень счастлива что это со мной произошло это открывает новые горизонты и это делает вас более счастливыми и теперь вы точно знаете зачем быть здоровым красивым молодым сексуальным и еще раз здоровым потому что ваше здоровье открывает вам дорогу и все двери в этот огромный большой и классный мир до новых встреч и и Субтитры подогнал «Симон»